Здорово, пацаны! Говорили, куда пропала рубрика трёп с колёс. Ну вот, трёп с колёс. Благо, появилась тема. И сегодня хочу вам рассказать, как я облажался с проектированием и реализацией супербыстрой системы хранения данных на основе технологии Storage Space Direct. Вот, если кто не знает, это такая технология от Microsoft. Реализуется она на основе Windows сервера. В моём варианте это был Windows сервер 2019. Ну а перед тем, как я продолжу, хочу вас попросить подписаться на наш Телеграм-канал и, самое главное, подписаться на мой Яндекс Дзен-канал. Вернее, он теперь не Яндекс, он теперь просто Дзен. Даже если вы туда не ходите, просто зайдите и подпишитесь. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно, мне будет гораздо проще набирать новых подписчиков. И с учётом того, что уже больше года на YouTube нет монетизации, а на Дзене какая-то копеечка капает, с неё я хотя бы могу оплачивать свой домашний интернет и мобильный телефон, и интернет, естественно, в телефоне. Так вот, в чём была задумка? Если кто не в курсе, в нашей компании, где я уже практически почти 15 лет занимаюсь развитием инфраструктуры, есть кластер, то есть отказоустойчивая система из 11 серверов, на которой у нас работают виртуальные машины на основе технологии Hyper-V от Microsoft. и SHD, в который подключен этот кластер, на SHD у нас сейчас половина работает на гибридных дисках, это SAS 10000 оборотов, в который какая-то часть добавлена ещё SSD. Ну, типа там, если у вас там 2,4 терабайта диск, то, к примеру, 240 гигов там SSD. Это вот такие гибридные диски от компании Seget, если кто не в курсе, поинтересуйтесь, повысьте свой уровень образованности, как говорил почтальон печки. Игорь Иванович. Так вот, хотел я собрать более быструю систему. У нас половина на гибриде, половина на SSD. SAS SSD. На них скорость там порядка 500 мегабайт в секунду, чтение, запись больших файлов. В опсах я сейчас не помню, я помню, что там порядка от 500 до 1000. Мегабайт в секунду. Скорость записи и чтение на больших объёмах данных. Сеть у нас там 10-гигабитная, по которой они подключены, сервера к SHD. И бывают иногда от разработчиков запросы прямо вот на супербыстрые виртуалки, чтобы там желательно было NVMe. На NVMe скорость в 10 раз выше, то есть мне получалось добиваться скорости в 5 гигабайт в секунду на чтение запись больших файлов. То есть не каких-то маленьких фрагментов, а вот, к примеру, берём виртуальную машину 100 гигабайт и начинаем её просто с одного диска, к примеру, на другой NVMe копировать. У меня было 5 гигабайт в секунду скорость. И вот была такая идея собрать Storage Space Direct, собрать пул данных на основе SSD NVMe накопителей. Идея была такая. Попробовать начать с трёх серверов, установив в него по два модуля. Это были Samsung Enterprise класса по одному гигабайту. Терабайту. Да, по одному терабайту. Для этого были куплены сначала обычные дешманские адаптеры от SmartBuy. Подбор адаптера я возложил на менеджера. Я посмотрел там два разъёма, разъёма, но не обратил внимания, что там ещё разъём под SATA был. В общем, когда они пришли, оказалось, что разъём под SATA это типа переходник из M.2 интерфейса на интерфейс SATA. То есть, когда вы вставляете модуль, питание он получает от PCI-Express шины, информацию он начинает отдавать через SATA интерфейс обычный, по-моему, четырёхштроковый разъём. Поправьте меня, если я ошибаюсь. По-моему, четырёхштроковый разъём. А вот как раз-таки второй разъём, то есть первый, который был ближе к контактам PCI-Express, как раз-таки он отдавал в NVMe первый накопитель, а второй был вот в M.2 на SATA. То есть, в лучшем случае мы получили бы чтение, запись со скоростью NVMe накопителя, а скорость передачи данных со скоростью SATA 6 гигабит. То есть, в любом случае это не 24 гигабита, которые мы можем получить на скорости учетверённой скорости PCI-Express-шины, то есть PCI-Express-X4. Поэтому я купил другие адаптеры, которые PCI-X8 разъём, но подключают уже именно оба слота на PCI-Express-разъём X8. И вы мне под видео, где я рассказывал про апгрейд 380-го G7-го стену, сказали, что на GEN-9 нет PCI-BFORCATION. На что я очень сильно удивился, потому как я был абсолютно точно уверен, что там есть PCI-BFORCATION, то есть это разделение PCI-Express-плата на несколько линий. Я вот таки там нашёл. В GEN-9 серии есть специальное сервисное меню, если вы зайдёте в настройки системной платы, нажмёте CTRL-A, у вас вызывается через CTRL-A специальное сервисное меню, где есть опция PCI-BFORCATION, то есть вы можете основной слот PCI-Express, слот номер один, который завязан на первый процессор, разделить, но всего лишь пополам, то есть вы можете получать, получить в результате из PCI-Express 16, два PCI-Express 8, причём делится он ровно сука пополам, используя не первые 8 линий, а первые 8 плюс вторые 8, а карточка-то у меня всего X8, то есть он её в любом случае он слот разделил пополам, а карточка-то всё равно видела только X8, и поэтому у меня виделся всего лишь один NVMe накопитель, но я о том вспомнил, что у меня есть ещё и SmartBuy переходники, воткнул я то есть там как идёт основной PCI-Express слот, он идёт X16 плюс сзади у него X8, и X16 у вас уходит вправо, а X8 уходит влево, таким образом удалось поставить туда два накопителя, и когда я все их повтыкал, думаю сейчас я попробую хотя бы собрать, и как только я залез в мануал и начал выполнять на пошке команды, чтобы запустить сборку Storage Space Direct на моём Windows с кластера из 11 нот он говорит болт тебе красный у тебя тут есть проблемы и выдал список ошибок и говорит чтобы понять в чём проблема запусти ты тест проверки работоспособности твоего кластера включая опцию Storage Space Direct ну что я собственно сразу и сделал пошёл включил тест Storage Space Direct на что он говорит чувак вот да я вижу у тебя вот на этом сервере и вот на этом сервере есть два накопителя NVMe типа которые у тебя ну практически по одному терабайту но сука чтобы на этих модах можно было поднять Storage Space Direct ты либо добавь туда ещё два накопителя NVMe либо сука ещё четыре SSD накопителя либо ещё можешь сделать так что поставить два SSD диска либо четыре SAS SAT диска тогда на основе шести накопителей на одной только ноге минимум шести накопителей я смогу тебе собрать Storage Space Direct то есть он мне предлагает потратить ещё ну так наверное 1600 нет я конечно могу поставить два NVMe накопителя без проблем по два NVMe накопителя на каждый сервер и поставить туда ещё по четыре SSD накопителя но это сука будет стоить реально 1600 это минимум а то и под лям да это будет прикольная супер мега быстрая 10 гигабитная хранилка причём она будет отказоустойчивая потому что это будет фактически 11 нодовый рейд контроллер 11 нодовый рейд контроллер то есть рейд контроллер из 11 накопителей вернее рейд массив из 11 накопителей если вы один сервер отключаете и там через какое-то время он у вас не включается у вас начинает быстрая перестройка пула где у вас лежат диски то есть в чём весь смысл весь смысл был в том чтобы собрать мега быстрый диск на основе нвм накопителей на что я плюнул вот сказал ребята ну его нахрен давайте мы лучше купим ген десятый сервер и зарядим просто в ген десятый сервер десяток каких-нибудь я не знаю там 4 терабайт накопителей к примеру десяток что мы получим 40 терабайт со скоростью нвм ем либо мы попробовать возьмем хотя бы 1 терабайт ники они намного дешевле они там не по 60 там не по 160 тысяч стоят как фирменный HP в HP же надо желательно фирменные диски ставить чтобы видеть их полное здоровье чтобы не было рассинхронизации рейда ну и тому подобное в общем чтобы все было тип-топ это грубо говоря обычные диски но они специальные прошивки под сервера хурит пукар так вот в чем вся суть вся суть теперь в том что проще собрать на ген десятой серии есть такая специальная серия я не помню на самом день как она называется на 360 серверах есть all flash nvme то есть там nvme backplane и можно прям 10 дисков туда зарядить и они все 10 пробросятся как nvme диски прям через специальные такие карточки об этом я кстати говоря расскажу в ближайшем видео с обзором HP сервера ген десятого буквально там вот в ближайшие там неделю две потому что он у меня лежит уже в мастерской я сделаю по нему обзорчик вот собственно такая вот была информация кому полезно сами знаете что надо будет сделать короче подпишитесь на дзен на телеграм канал с вами увидимся в следующем видосике всем счастливы удачи пока пока